И сегодня мы с вами встречаемся действительно не только с исторической личностью, не только будем говорить об исторической личности, но и кроме того мы присутствуем с вами на историческом событии, я в этом не сомневаюсь, поверьте, потому что тот статус, который Казань начинает сейчас завоевывать и исторический бывший статус отвоевывать научной столицы, он сегодня был прочувствован во время нашей встречи. В первую очередь во время пленарного заседания, которое было проведено на очень высоком уровне в рамках международного форума «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». И поэтому прежде чем мы перейдем к презентации, я бы просто хотела в первую очередь Олега Борисовича представить не только как посла по особым поручениям МИД Российской Федерации, но и как руководитель секретариата форума «Партнерство России-Африка». Олег Борисович, сегодняшнее мероприятие, какое произвело на вас впечатление и какие, вы думаете, результаты сегодня мы уже можем подвести по тому, о чем мы сегодня услышали, о том, что было сказано? Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Наверное, кто это в будущем будет и коллегой. Ну, я благодарю Анну за то, что она предоставила мне слово. Действительно, я пришел прежде всего на презентацию книги, но несколько слов, безусловно, скажу и о сегодняшней конференции. Я согласен с этими оценками. Вот саммит «Россия-Африка», который состоялся в октябре 2019 года в Сочи, придал новый и достаточно мощный импульс развитию российско-африканских отношений, которые переживали, как вы знаете, изучали историю. И лучшие времена, во времена СССР у нас были очень развитые отношения с африканским континентом, со многими странами, с 35 странами как минимум у нас были развиты отношения. И потом произошел известный нам провал, связанный с развалом Советского Союза, с тяжелыми годами, которые Россия переживала. И хотя наши контакты с африканским континентом не были прерваны, они были существенно ослаблены. И после того, как состоялся саммит, очень приятно, что Казанский федеральный университет собрался с силами и начал работать над восстановлением наших позиций в Африке именно с точки зрения науки и образования. Потому что это чрезвычайно важно. Да, конечно, мы сегодня много говорим об экономике, о необходимости развивать отношения с африканскими странами на основе взаимовыгодного сотрудничества. Это было ледь мотивом всего саммита России и Африка. Но вместе с тем нельзя не сказать о том, что вопросы науки и образования сегодня занимают ключевое место в озабоченностях наших африканских партнеров. Потому что они понимают прекрасно, что провести индустриализацию своих стран будет невозможно без подготовки национальных кадров. Да, в свое время Советский Союз подготовил, вы даже не поверите, 600 тысяч специалистов для Африки. И это очень большой контингент. До сих пор это помогает нам работать в Африке, потому что многие из них занимают важные посты в правительстве и в государственных структурах в целом. Но, естественно, этот ресурс вырабатывается, и нужно, чтобы приходили новые. А для того, чтобы приходили новые наши друзья, партнеры, до этого нужно, конечно же, развивать связи по линии университетов. И это, собственно, является одной из важнейших задач секретариата, которую я возглавляю. И мы, безусловно, будем искать возможности, как вписать Казанский федеральный университет в программу развития наших отношений с Африканским континентом и в повестку дня подготовки следующего саммита, который должен состояться в 2022 году. Сегодняшнее мероприятие получилось действительно знаковым. Оно привлекло большое внимание и специалистов, и в нашей стране, и за рубежом, дипломатов. Вы видели, что присутствовал посол Туниса и очень интересно выступил с очень таким ярким словом, которое мне понравилось, честно говоря. И были другие выступления, которые говорят о возрастающем интересе к Африканскому континенту, говорят о том, что у нас действительно появляется такой взгляд, направленность на Африканский континент, желание его изучать. И я думаю, что в этом смысле вот это мероприятие, стартовое, первая научная такая конференция масштабная после саммита, она очень хороший придает импульс развитию наших отношений в сфере науки и образования. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по этому поводу. Спасибо большое, Олег Борисович. И я хочу перейти, пожалуй, ко второй части, но прежде еще раз поблагодарить КФУ за большую честь, что Клуб Востоковедов, который я основала со своими коллегами, сегодня имеет вот такую большую радость быть сегодня вместе с вами. Потому что по окончании этого мероприятия к нам присоединяется огромное количество востоковедов действующих и востоковедов будущих, которые как раз следят за работой клуба. Поэтому спасибо еще раз отдельной КФУ. А я бы хотела вот о чем сказать. Вы знаете, часто бывая здесь, в университете, я, и не только здесь, в других вузах нашей страны, я слышу вот какую фразу. Ну вам хорошо, вы работаете в Москве или в Петербурге, нам сложно. Чаще ребята, студенты говорят, да и преподаватели. Но вы понимаете, что ресурсная база гораздо менее обогащена, и возможностей гораздо меньше. Но вот здесь мы с Олег Борисовичем имеем очень веский аргумент, контраргумент. И этот контраргумент содержится в том числе в этой книге. И контраргументом является жизнь человека, о котором здесь написано. Харим Хакимов не родился в столице. Мало того, он родился в маленьком селе. Вот в маленьком селе родившийся мальчик стал человеком, который, по сути дела, изменил дипломатическую арену начала XX века. А кроме того, сыграл значение не только важное для нашей страны, а это в международном плане неоценимый вклад, который им был внесен в дипломатические отношения. И харизма, личность Карима Хакимова – это прямое доказательство того, что не важно, где ты родился. И не важно, где ты обучался, а важно, что там, где ты обучался, ты получил максимум того, что ты мог получить. И максимально правильно использовал эти ресурсы в дальнейшей своей жизни и работе. Но я бы хотела, прежде чем поговорить о книге, спросить вот такой немножко лично творческий вопрос. Потому что сколько я слышу о Кариме Хакимове из уст Олега Борисовича, вы знаете, это как будто бы... Да не как будто бы, он говорит о своем родственнике, ближайшем, не близком, а ближайшем человеке. И у меня вопрос вот такого плана. Как произошло знакомство вашей личности с жизнью, творчеством? Потому что я иначе не могу сказать, что Карим Хакимов – это не только дипломат, это действительно творческая личность. Как он работал, как он действовал – это только, на самом деле, невероятно, творческая личность может так себя реализовывать. Как вы познакомились впервые с Каримом Хакимовым? Да, спасибо большое за этот вопрос, спасибо большое Казанскому федеральному университету за то, что он организовал эту презентацию. На самом деле, я думаю, что здесь как раз находится та аудитория, которой книга и адресована. Потому что книги пишутся не для себя, а для читателя. И у нас большая беда в стране, что зачастую писателей больше, чем читателей сегодня. Я надеюсь, что этого не произойдет с этой книжкой, и многие из вас ее прочтут, заинтересуются судьбой этого человека. И в целом историей, потому что эта книга не только о нем, это книга о том времени и о том, как это время, историческое время, начало первой трети XX века, влияет на наш день сегодняшний. А влияет она непосредственно. И это было одним из мотивов, по которым я и начал писать эту книгу. Потому что, когда я приехал в Саудовскую Аравию, я обнаружил, что у меня номер моего дипломатического автомобиля номер один. Сразу встает вопрос, а почему номер один? Потому что обычно этот номер присваивается автомобилю той страны, которая первой признала Саудовскую Аравию. Я, конечно, признала Саудовскую Аравию. Конечно, я знал об этом, знал, что мы были первой страной, но мне было интересно понять, а как это произошло, а почему это произошло. И если вы хотите, так сказать, элемент творчества и случайности. Я приехал уже в 2011 году, в качестве постоянного совмещая должность посла с должностью постоянного представителя организации исламского сотрудничества. Я приехал в Джидду, зашел в кабинет моего предшественника, господина Исхакова, Камиль Шамильевича. Вашего земляка? Да, его портрет висит там до сих пор. И открывая, ну, перебирая книги, шкафы, вот на меня такая свалилась пачка бумаг. Я взял первый же листок и вижу, что это копия автобиографии Карима Абдуровича Хакимова. Можете сразу сказать, что Аллах так управил. Или что-то было, но был вот этот импульс извне, который побудил меня более внимательно отнести к судьбе этого человека. Тем более, что, как выяснилось, большинство членов королевской семьи Саудовской Аравии знают о Кариме Хакимове, знают о его нелегкой судьбе, знают о том, что он был репрессирован. И, естественно, мне хотелось разобраться во всех этих хитросплетениях ближневосточной политики первой и третьей XX века и в причинах той трагедии личной, которая с ним произошла. И в 2014 году я написал научную статью, вы можете ее найти, если кто-то заинтересуется и не получит вот один момент на книгу, может прочесть статью «Гибель Красного Паши». Она была в свое время изначально напечатана на английском языке в одном немецком научном журнале. И вначале она не вызвала, так сказать, большого внимания и интереса, но потом, когда ее в переводе опубликовали в интернете, ее стали читать, и я почувствовал, что интерес к этой теме растет. Ну и потом были другие события, которые побуждали заниматься этой темой. Например, однажды мы в посольстве организовали выставку, посвященную первым годам отношения Советского Союза и Саузской Аравии. И на эту выставку пришел принц Султан бен Сальман, один из сыновей нынешнего короля, который возглавляет такое интересное управление музеев и древностей. То есть он главный архивист в стране у себя. И вот он увидел документы, которые мы представили о развитии наших отношений с самых первых дней, копии верительных грамот, копии документов о приезде Карима Хакимова. Когда он это все увидел, он сказал, дайте мне это все, я хочу, чтобы это у меня все было. И мы собрали ему целую коробку документов и отправили в управление архивов и древностей, чтобы он ознакомился с тем, что он знал, но в целом, без деталей. А мы ему предоставили такой архивный материал. В последствии, когда я уже вернулся из Саудовской Аравии в 2017 году, побеседовав с нашим академиком Виталием Вячеславовичем Наумкиным, одним из главных специалистов у нас по Саудовской Аравии, а у нас два специалиста, это Виталий Вячеславович и Алексей Михайлович Васильев. Я вам очень рекомендую читать их книги по Ближнему Востоку. Алексей Михайлович Васильев вообще написал фундаментальный труд про Саудовскую Аравию, который можно считать таким вариантом Карла Маркса, капитала такой Карл Маркса, там начинается вот с самых первых племен, и вот вся история рассматривается. Естественно, первое, что я сделал, когда я написал книгу, я отправил ее на рецензию Виталия Вячеславовича Наумкину и Алексея Михайловича Васильеву. Закончилось это тем, что Виталий Вячеславович написал предисловие к этой книге, а Алексей Михайлович стал моим научным руководителем по написанию диссертации. Вот таков итог написания книги. Спасибо большое, Олег Борисович. На самом деле, все очень как-то непросто. Вот вы говорите, Аллах так решил, а вот такое ощущение, что все, что связано с Каримом Хакимовым, оно вообще каким-то удивительным образом сплетается в одну единую нить. И начинаешь говорить о Кариме Хакимове, и тут вдруг коллеги, которые присутствуют в Башкирии, говорят, ну как же он у нас в Галие учился. А мои земляки из Челябинской области говорят, как же он же в том числе и что-то там к Расульеву приезжал вроде бы, да и вроде и в Оренбурге учился. И кроме того, неспроста же он получал религиозное образование первоначальное. И получается, что вот так вот с Каримом Хакимовым связаны практически все регионы не только нашей страны, многочисленные регионы нашей страны, но и регионы бывшего Советского Союза, потому что он же и в Туркестане успел поработать. А кроме того, в дальнейшем получается, что Карим Хакимов это опять же наша ниточка и взаимоотношений с Персией на тот момент, и с Саудовской Аравией. Но самым знаковым, на мой взгляд, является тот факт, что по сути дела, вот Олег Борисович упомянул, что Карим Хакимов Красный Паша, его так прозвали Красный Паша. Красный, потому что советский, советский флаг, если кто-то из вас еще помнит, я вот вижу здесь достаточно юные лица, он был красный. А в то же время Паша, вот это удивительное сочетание Паша и Красный само по себе является таким интересным явлением, таким нейлогизмом для того времени. Но кроме того, Олег Борисович, помимо того, что Карим Хакимов был дипломатом, помимо того, что был действительно самородком, мне кажется, интересно было бы остановиться еще на такой полярности в какой-то степени, которую он не замечал и преодолевал совершенно спокойно. Но вот один из фактов, это то, что будучи коммунистом, причем коммунистом идейным и верящим, очень четко верящим в те светлые идеалы, которые коммунизм пропагандировал, он при этом совершил хадж. Вот как вы для себя, в том числе в книге, вот этот факт его, ну в какой-то степени вроде как и противоречия, а с другой стороны умение эти противоречия превращать не противоречия в преимущество, как вы для себя вот его интерпретировали? Спасибо, это очень правильный и точный вопрос, потому что книга называется, конечно, «Карим Хакимов. Летопись жизни», но у нее есть и подзаголовок о судьбах ислама и коммунизма в России. И в этой книге пришлось просто рассмотреть вот этот вопрос о взаимоотношениях ислама и коммунизма первые 30 лет советской власти с небольшим, потому что огромное количество мусульман поддержали советскую власть. Как на территории России, Татарстан, Башкортостан, так и в районах Туркестана, и соответственно встал вопрос, а почему это произошло, что подтолкнуло массы, широкие мусульманские массы поддержать красный проект и вообще коммунистическую, так сказать, идеологию. И когда ты начинаешь смотреть и разбираться в этом, то видишь, что очень много было мостиков переброшено между исламом и коммунизмом, они существовали сами по себе, многие из них возникли еще в XIX веке в силу деятельности ряда реформаторов, исламских, Мухаммеда Абда и других, которые впервые стали говорить о близости ислама к социалистической идее. И это же направление стало развиваться в России, и я рассматриваю достаточно подробно, и хочу, чтобы вы к этой книге отнеслись не только как к биографии. Это не только биография, это и рассмотрение очень серьезных вопросов идеологической борьбы вот эти первые десятилетия, и конец XIX века, и первые десятилетия XX века, когда в России появилось так называемое явление джедедизма, родоначальником которого принято читать Исмаила Бейгаспринского. Это татарский журналист, крымский татарин, и он обосновал необходимость модернизации ислама, или точнее обновления, потому что это называется обновленческое движение в исламе. Это движение потом разрослось и ветвилось, оно распалось на несколько ветвей. Вот одно из этих течений, представленное такими людьми, как Вахитов, Султангалеев, оно пошло вместе с коммунистами и с советской властью. При этом они упирали на что? Они упирали на то, что как в исламе, так и в коммунизме есть принцип адаля, принцип справедливости, принцип равенства. Так же как в коммунизме, в исламе никто не делит людей по национальности. Они все, там тут трудящиеся, пролетарии всех стран соединяйтесь, а здесь мусульмане всех стран соединяйтесь, в УМУ. И очень много было таких мостиков переброшено и реформаторами исламскими, которым, кстати, противостоял со своих позиций Карим Хакимов, который сам себя в то же время называл мусульманским коммунистом. И он был незаменим в этом качестве, и его ценили такие люди, как Фрунзе, Куйбышев и Чичерин, потому что он удивительное магическое влияние оказывал на мусульманские массы, он любил выступать, он был оратором, обладал потрясающей харизмой, мог повести за собой людей. И он говорил именно о себе, наряду с тем, что он называл себя и солдатом партии, но вместе с тем он называл себя мусульманским коммунистом. Откуда это взялось? Это взялось, как справедливо Анна Алексеевна сказала, что в маленьком-маленьком татарском селе, в котором он родился, Дюсянова, была Мектебе. И в этом Мектебе он чем занимался? Он изучал арабский язык, учил исламские молитвы. Это в детстве было впитано им, как с молоком матери, это было само собой. Дальше, это вот очень важно, это то, когда говорят об условиях, это был человек, который обладал колоссальной жаждой знаний. Мы даже сегодня не можем себе это представить. Вот ему книжка в руки попадала, это было для него главное. И он первое, что искал в своей жизни, это добиться для себя образования, пробиться к образованию. Поэтому он сделал все для того, чтобы попасть как раз в новометодные, то, что называется новометодные, созданные благодаря джадистскому движению, школы, аль-Усуль-Аль-Джадид, основанные на Усуль-Аль-Джадид, на новых принципах. Здесь, наверное, сидят люди, которые изучают арабский, я надеюсь, или знают арабский. В этих новометодных школах это было поддержано, это течение было поддержано царскими властями. Происходило в соответствии с пожеланиями Исмаила Бея-Гаспринского соединение религиозного образования со светским, причем с очень качественным светским образованием. И два, по разным данным, два, иногда сам Карим Хаким говорил, что два года он учился, это как бы такая каноническая дата, об этом все говорят, но в некоторых автобиографиях его в Российском государственном архиве социально-политической истории я обнаружил автобиографию, где он писал, что он там проучился три года, с 2008 по 2011. Хотя есть другие данные, что он в это время учился в Каргалэ. И вот там все-таки, да, он получил такую прививку, если хотите, ислама, мусульманской культуры, не говоря уже о том, что когда он пришел, от голода сбежал в 1906 году в Оренбург и искал работу, один из его видов деятельности, о чем он не любил писать в автобиографиях, по понятным причинам, он сопровождал слепого Каря. Ну, вы знаете, Каря или Хафиз, это человек, который знает Коран, и его приглашали на отпевание людей, на свадьбы, на разные торжественные события, и он там читал эти молитвы. И вот сопровождая этого Каря, он тоже впитывал в себя эти исламские молитвы и запоминал их, потому что он обладал великолепной памятью. И я думаю, что вот это все, так сказать, то, что он дышал духом исламской культуры с детства, это было как бы само собой, это не нужно было, это не было нечто чуждое и насильственное. Это вот то, что сейчас нас отличает от Запада, где у нас ислам автохтонный, он у нас здесь раньше христианство еще появился, а там ислам привнесенный, и это создает очень высокую напряженность и конфликтогенность. А чего у нас нет, потому что люди воспитывались и в исламской, и в христианской среде. И это на примере Карима Хакимова можно легко проследить, потому что, поняв, что все-таки ему не дает новометодная школа всех тех знаний, которым он тянулся, а он тянулся к русской литературе, он тянулся к русскому языку. И это, кстати, был тоже один из лейтмотивов Исмаил Бейкас Примского, который считал, что для мусульман самый верный путь в России – это через русскую культуру, через русское образование выходить на новые горизонты, на новые горизонты понимания мира, мировосприятия. И Карим Хакимов прошел по этой, так сказать, стезе и добился того, что экстерном закончил Томскую гимназию. Есть некоторые исследователи, которые говорят, что она не заканчивала, но я думаю, что в книжке я доказывал, что она заканчивала. Я привожу фотографии и его аттестаты зрелости 1917 года. Поэтому он стремился все-таки к получению именно светских, более светских знаний, считая, что то исламское образование, которое было в России, не дает ему того кругозора, который нужен. И вот эта его потрясающая совершенно фантастическая жажда знаний, она, конечно, вывела его на абсолютно новые высоты. И в этом, так сказать, но он пошел не по дороге Джадидов. Он пошел гораздо как бы дальше, именно в сторону Коммунистической партии, и вступил в нее, но при этом он оставался человеком, пропитанным, что ли, духом ислама, как и многие люди, которые тогда вступали в Коммунистическую партию. И есть такой малоизвестный факт, что существовала Исламская Коммунистическая партия в России до 1932 года. Я об этом тоже упоминаю в своей работе. Олег Борисович, вот вы уже упомянули определенным образом некие факторы, которые повлияли на структуру книги. Но можно остановиться на этом отдельно? Отдельно. Исходя из каких соображений вы выстроили книгу именно в таком порядке, и что повлияло на это? Спасибо. Да, важный вопрос, интересный, потому что, как я уже сказал, книга не только о Кариме Хакимове, она и об эпохе. Дело в том, что когда я стал писать летопись жизни этого человека, я обнаружил, что это абсолютно невозможно сделать, если не касаться того идейного духовного контекста, в котором он рос, не касаться той исторической, скажем, правды, да, я старался все-таки писать на языке исторической правды и объективно, очень надеюсь, что это получилось, и постарался посмотреть, в какой исторический контекст попал Карим Хакимов, в ту борьбу геополитических сил, в которую он принимал участие, потому что там была борьба идейная, да, была борьба идейная, была борьба политическая, была геополитическая за захват пространства, что мы, кстати, сегодня видим, как эти принципы все возрождаются, вот на наших прямо с вами глазах, и не буду дальше вникать, все прекрасно знают и смотрят новости, да, мы все это видим, и все эти вопросы необходимо было осветить для того, чтобы понять действия этого человека, потому что не понимая всей картины, невозможно его было описать, нужно было показывать человека на фоне эпохи, и только тогда можно понять и его логику действий, и его генезис, и его становление, и как политического деятеля, государственного деятеля, а я убежден, что он был государственным деятелем, и как, в общем-то, великого дипломата, надо, наконец, сказать эти слова, и вернуть этому человеку ту характеристику, которую он, безусловно, достоин. У меня тогда будет вот какого плана к вам вопрос. Сейчас создаётся очень много, слава богу, мероприятий, разного рода активности, организаций, которые... Начали вспоминать о Хакимове. Вот я сейчас про Радика Амирова думаю, наш замечательный коллега-журналист, который в Оренбурге возрождает те места, которые связаны с памятью Карима Хакимова. Он работал там непосредственно. Мы с вами были на мероприятии, известном в Уфе, где открыли мемориальную доску памяти Карима Хакимова, как раз на этом знаменитом Медресе Галия, где сейчас Исламский институт находится. Мало того, Башкирия теперь создаёт Институт международных отношений и востоковедения имени Карима Хакимова. Что ещё можно делать, как вы считаете, какие и можно, и, может быть, нужно делать и предпринимать шаги, потому что, опять же, с чем я сталкиваюсь, работая со студентами, то, что очень часто ребята говорят, мы находимся вне основной повестки дня. Но я всегда говорю, ребята, эту повестку можете создавать сами, и вы можете сами что-то делать. И вот эти примеры перечисленные, мне кажется, стоит изучить, а кроме того прислушаться к тому, что Олег Борисович посоветует. Спасибо. Во-первых, я считаю, что такие люди, как Радик Басарыч Амиров и другие, те, кто сейчас увлёкся этой проблематикой, они делают очень благородное и правильное дело. Речь идёт не только о восстановлении доброго имени Карима Хакимова, которого обвинили в участии в пантеркинском заговоре, и вся матишка доказывает, что этого быть по определению не могло. Речь идёт и о том, что тем самым возрождается интерес к нашей истории отечественной, которым мы должны невероятно гордиться. Потому что Карим Хакимов – это однозначно Лоуренс нашей страны. Олег Борисович, уж извините меня за такое примитивное слово, но он круче. Он намного круче, чем Лоуренс. Я хочу сказать, что он должен стать таким и по известности, как Лоуренс Аравийский. И главное, чтобы через эту личность, как мне представляется, мы научились видеть эпоху во всех её противоречиях, смотреть на это объективно и понимать, что нет ничего случайного в истории. Это во-первых. А во-вторых, день сегодняшний, он вырастает из прошлого. Появилась такая иллюзия у наших западных партнёров, она была в истории, и наша страна её переживала после 1917 года, что всё, началась новая история, ничего до нас не было. Вот теперь всё новое, и мы сейчас будем строить новый мир, в котором ничего от прошлого не останется. Да ничего подобного. Вот жизнь Карима Хакимова и его память о нём сегодня, она напоминает нам всем, что прошлое, оно живое, оно, прошлое влияет напрямую на наш сегодняшний день. И все те события, которые происходят, все те коллизии, перипетии, все те исламские течения и движения, которые мы наблюдаем, они не сегодня возникли. Они были и тогда, они есть сейчас, и они будут ещё длительное время влиять на политическую, геополитическую повестку дня и использоваться различными политическими силами в своих целях. Но чтобы понять, а это именно вы должны сделать, вот вы, молодёжь, надо пытливо, как это делал Карим Хакимов, разобраться с книгами в руках, не только с моей книгой, но и с сотнями других книг, разобраться, как сейчас говорят, а что это было? Надо понять. Потому что без понимания тех политических процессов, тех идейных схваток, которые происходили, мы ничего не поймём в сегодняшнем дне. Мы ничего не поймём в завтрашнем дне. И тот, кто забывает историю, тот оказывается обезоружен. И мне кажется, что это один из главных, так сказать, результатов жизни Карима Хакимова. Во-первых, то, что он совершил вот это фантастические совершенно действия, установив отношения с ещё не созданным государством. И потом, когда оно сложилось и создалось, он обеспечил его признание Советским Союзом. Но при этом он, конечно, действовал не один. Он был в определённой идейной среде, он был в дипломатической среде, он действовал по указаниям Георгия Васильевича Чечерина, который, я считал, был его единомышленником и очень тоже творческим человеком. И они вместе вырабатывали политику на исламском направлении. И вот этот период, на мой взгляд, он действительно был исключительно творческим. И сегодня мы многое, мы уже это черпаем и используем в нашей дипломатии. Многое берём из того опыта, который был наработан Каримом Хакимовым. Я не всё здесь в книжке, конечно, смог это описать. К счастью, есть другие книжки того же Виталия Вячеславовича Наумкина о российсо-соусских отношениях. Очень подробные, где много деталей, нюансов и документов. Мне главное было высветить, сфокусировать взгляд на Кариме Хакимовой и показать, что один в поле воин, что один человек может кардинально изменить ситуацию, не обладая, вот да, сейчас все говорят, вот у нас ресурсов нет, у нас того нет. А у него были. А какие у него ресурсы были? Пять сотрудников? Знаменитая джидийская пятёрка. Без особых средств, так сказать, к тому, чтобы проводить политику. И тем не менее, за счёт прирождённых дипломатических талантов, умения устанавливать контакты, как с самым простым духанщиком, с самым простым бедуином, до людей королевской крови, он сумел изменить отношение к стране Советов тогда. И я во многом, естественно, в своей работе вдохновлялся тем, что он делал. Тем, что он делал. И, конечно, вот сегодня эта книга, конечно, это вклад в воссоздание светлого облика этого человека. Эта книга признана отдать ему дань, но она должна дать толчок, с моей точки зрения, именно молодому поколению, именно вам, к тому, чтобы очень вдумчиво, очень осознанно и глубоко изучать те процессы, прежде всего, в идейно-политической сфере, потому что они определяют. Они определяют всё дальнейшее. И мы с вами это видим. На чём основана политика, допустим, Соединённых Штатов, Европы? Она что, не на values? Она на values основана. Да, много всего в этих values есть, и по-разному они прочитываются, но это идеология. Эта идеология продвигается. А есть другая идеология. Есть идеология братьев-мусульман, запрещённая у нас террористическая организация, есть идеология ИГИЛ и так далее, и так далее. И для того, чтобы понять корни вот этих радикальных течений ислама и научиться противостоять этому, нужно обязательно изучать историю и изучать то, что сделал Карим Хакимов. Потому что, как мне представляется, он нашёл очень верную тональность в разговоре со слабским миром. Очень верно были подобраны как бы вот аргументы. Да, эти аргументы не все сегодня работают. У нас другая среда, у нас не коммунистический строй. Но многое из того багажа, из того капитала мы можем сегодня с полным основанием использовать. Спасибо огромное. И Олег Борисович, особенно спасибо. Вот сейчас, в нынешней ситуации, потому что только что мы с коллегами разговаривали, вот в это посткарикатурно-скандальное время мы с моими студентами стали обсуждать тему ислама в России. Я вдруг выяснила, что очень много студентов настолько европоориентированы, что они не знают, к сожалению, о том, что ислам является неотъемлемой частью нашей общероссийской культуры, нашей ментальности, нашего языка, в конце концов. Русский язык, например, он очень обогащен, в том числе и словами, которые обусловлены и проникновением ислама на территории нашей страны, на территории, которые стали частью нашей страны. И действительно, мальчик из деревни, который сделал себя сам, который сделал огромный вклад в становление политики мировой. Вот это то, что на самом деле меня вдохновляет и еще раз радует, когда я встречаюсь каждый раз с Олегом Борисовичем. И поверьте, с ним я готова говорить часами, но мы имеем такую возможность с ним в Москве. Правда, он очень занят, но я имею наглость всегда злоупотреблять его добротой, и он не может мне отказать. Поэтому мы с ним встретимся еще в Москве. Дорогие коллеги, а вы здесь сегодня. Поэтому я уверена, что этот замечательный шанс вы используете по назначению. Пожалуйста, какие у вас будут комментарии, вопросы, замечания, потому что это на самом деле очень ценно. Сейчас и наше общение с вами, и услышать то, что для вас было актуально, по крайней мере, из того, что вы услышали. А за лучший вопрос книга. О, ребят, а у нас вот уже есть рука. Кафедра международных отношений Казанского университета, профессор Литяев Валерий Алексеевич. Во-первых, позвольте, Олег Борисович, поблагодарить вас за то удовольствие, которое мы сегодня испытали от знакомства и с вами, и с презентацией книги о Кариме Хакимове. Безусловно, что мы будем рекомендовать нашим студентам и на лекциях ознакомиться с жизнью этого выдающегося действительно человека, нашего соотечественника. И, конечно, в исследовательских работах тех студентов, которых интересует Африка, кого интересует Саудовская Аравия, безусловно, без знакомства с этой книгой. Это не просто книга из серии «Жизнь замечательных людей». Судя по тому, как вы нам ее представили, это научная биография. Она основана на документах, поэтому для наших студентов это будет очень-очень важно. Огромное вам спасибо. У меня в этой связи такой вопрос. Спасибо вам за оценку вклада нашего университета в развитие отношений между Россией и Африкой. И, учитывая ваш новый статус, вы возглавляете секретариат форума «Россия и Африка». Как вы видите, что мог бы Казанский университет, в чем он мог бы поучаствовать? У нас учится много сейчас студентов из Африки, и этот поток только нарастает. Это очень интересные студенты. Но, может быть, есть какие-то иные форумы, которые мы могли бы предложить нашим студентам? Что-то на ближайшую перспективу вы планируете? В чем мы могли бы поучаствовать? Могли бы вы ставить наш университет в известность о том, что будет делать секретариат? Спасибо. Спасибо большое за этот вопрос. Понимаете, то, что у нас сейчас произошло, создание секретариата форума «Россия и Африка», во-первых, этого не было никогда. Это беспрецедентное событие в нашей истории, поэтому мне очень часто приходится разъяснять это в наших министерствах, ведомствах, потому что еще не все понимают «how to deal», «how to work with it». What is that? Да, еще не все поняли. И действительно, тут вопросов больше, чем ответов. И что касается Казанского федерального университета, я думаю, что надо подумать, если брать дальнюю перспективу, надо подумать о том, что, может быть, открывать какие-то филиалы в африканских странах, ставить себе эту цель высокую, но понимая, что она не завтра. Хотя африканцы перед нами ставят эту задачу прямо сейчас. Но можно подумать о том, чтобы начать обмены профессорско-преподавательского состава. А вот мне кажется, что если вы продумаете это, мы могли бы в этой части предложение Казанского федерального университета включить в дорожную карту нашего взаимодействия с комиссией Афросоюза по линии панафриканского университета. Это вот вторая форма работы. А третье, конечно, нужно проводить вот такие мероприятия, как было сегодня, с привлечением африканских студентов. Потому что сейчас самая главная проблема для нас — это контакты. Много было потеряно, нужно их возрождать. И нужно, чтобы Казанский федеральный университет, студенты сами начинали устанавливать контакты со своими коллегами на африканском континенте, с крупнейшими африканскими университетами. Не только те, которые мы знаем, с которыми уже они установлены, как, например, с Каиром, там достаточно разветвленная система связи. Но со странами субсахарской Африки, южнее Сахары, это тоже очень важно. Тем более, что у нас есть такой сейчас хороший момент, но некоторый перекос. У нас основные программы сотрудничества в образовательной сфере идут с Замбией. Это замечательно, вот так получилось. Ну, понравились друг другу, да? И там РУДН, и другие университеты. Все хотят Замбию, и замбийцам самим нравится. Но, наверное, надо посмотреть и с другими странами. ЮАР, Ангола, Нигерия, Эфиопия, Кения, Танзания. Есть, причем, запрос на это огромный, колоссальный. Сейчас кардинально изменилась ситуация на африканском континенте. Попробовав сотрудничество со всеми, пришли к выводу наши африканские партнеры, что с русскими-то было хорошо. Не стоит ли повторить? Поэтому здесь, мне кажется, должна быть такая, в хорошем смысле, про актив рул. Не думайте, что мы вам все дадим ответы, да? А сами ищите пытливо, как вот Карим Хакимов, пути к установлению контактов. Мы поможем, естественно. Если будет такая инициатива, мы разошлем телеграммы по посольствам, попросим помочь найти вам контрагентов. Но главное, чтобы был проявлен, вот этот импульс, он должен прийти из самого Казанского университета, потому что на самом деле, понимаете, был создан такой имидж Африки неправильный, что там одни войны, конфликты, там вообще вот наводнения, пожары, хзаранча, ничего больше там нет. Это не так. Африка очень разнообразный континент, страны все разные, некоторые из них развиваются очень бурно, причем быстрее гораздо, чем наша страна, не знаю, к счастью или к сожалению, потому что нам бы хотелось, может быть, развиваться, как Руанда, понимаете, по 4,7% в год. И многие страны так развиваются, сейчас очень быстрый рост идет Африки. Африка континент будущего. В Африке происходят удивительные процессы, удивительные трансформации. Это, так сказать, лев готовится к прыжку. И если сейчас правильно посмотреть, увидеть эту перспективу, я думаю, что и для России, и для Африки это сотрудничество окажется очень плодотворным. Спасибо большое, Олег Борисович. А я хочу передать слово, уважаемые коллеги, обязательно сейчас ждем от вас вопросы, но прежде я хотела бы передать слово человеку, который, несмотря на то, что известная всем болезнь определенным образом поразила его, он стойко сегодня весь день с нами находится на связи, и в том числе и присоединился к нашей презентации. Я хочу представить своего дорогого коллегу и вашего дорогого земляка Кашафа Шамиля Равильевича, руководителя Центра изучения исламского духовного наследия исламика, Института Востоковедения РАН, заместителя главного редактора журнала «Ориенталистика». И я очень-очень рада ему передать слово сейчас виртуально, но в следующий раз мы с ним договорились, что он будет здесь вместе со мной уже в оффлайн-формате. Прошу вас, Шамиль Равильевич. — Спасибо большое, уважаемый модератор. Прекрасное видение конференции, глинарной секции было отмечено многими коллегами. Я просто поражаюсь, сколько знаком с вами. Настолько точно чувствовать аудиторию может не просто тонкой душевной структуры женщины, как и вы, но и огромный специалист, знающий Восток. Знать Восток сегодня — это не означает, что знать ближневосточные страны. Это означает сегодня знать прекрасный Татарстан, Башкортостан и наш Северный Кавказ. И, конечно, то, что вы демонстрируете вместе с Олегом Борисовичем Озеровым, сегодня находясь в этой аудитории, лишнее доказательство, что сегодня не только восточная тема выходит в повестку дня, а мы помним, что Владимир Владимирович Путин, президент России, с таким вот обращением выходил не только к научному сообществу российскому, но и за внешний наш контур страны. Это поворот к Востоку. И вот эта книга, она прекрасно свидетельствует, что сегодня на этот запрос в российском обществе, в ближневосточных странах наши замечательные дипломаты в лице Олега Борисовича Озерова умеют ответить. И особенно важно, что автор не постеснялся, а в каких-то случаях откровенно не побоялся обходить те или иные темы, которые, может быть, сегодня еще болезненно воспринимаются в наших республиках. Я знаю, что прекрасная была презентация, мы организовывали ее в Москве. Пожалуй, может быть, даже с нее и стартовало представление книги Олега Борисовича в Институте Востоковения РАН, и на этот момент обратил внимание научный руководитель Института Востоковения, академик Наумкин. После этого была организована презентация книги Олега Борисовича в представительстве Республики Татарстан в Москве, далее в Уфе, снова в Казани. То есть и сам автор сегодня крайне востребован, и предмет его научного исследователя. Так вот, я, пользуясь такой возможностью, хотел бы попросить нашего уважаемого основного спикера ответить на вопрос. Олег Борисович, вы провели сейчас столько много мероприятий, связанных с представлением вашей книги, посвященной Кариму Хакимову. И на ваш взгляд, сегодня вокруг этой фигуры, вокруг которой Иран, это, в общем, была некая конкурентная борьба за приватизацию этого имени. Чей же все-таки он выходец, дипломат, кем им более следует гордиться представителям Башкирской Республики или Республики Татарстан. Вот по итогам этого вашего турне, все-таки, что бы можно было бы сказать, так чей он, Карим Хакимов, башкирский или татарский деятель, которым должны гордиться в той или иной республике? Или это действительно фигура объединяющая, вокруг которой не надо, в общем-то, суетливо толкаться и говорить, он наш и прежде всего наш, а это фигура, которая сегодня дает возможность, изучая биографию этого человека, его жизнедеятельность, поднять сегодня на новый уровень и понимание тех дипломатических процессов, которые были в период деятельности Хакимова, и извлечь уроки сегодня для современной дипломатии. И что немаловажно, о чем в вашей студии задавали вопросы, студентов, которые сегодня постигают азы международных отношений, они должны как бы лепить свою жизнь, глядя вот на, оборачиваясь на жизненный путь Карима Хакимова. Это мой первый вопрос. И второй вопрос я, если позволите, задам после вашего ответа, он будет касаться вашей книги как элемента мягкой силы. Планируете ли вы довести эту книгу до арабоязычного, англоязычного читателя? И если да, то мне кажется, что и Казанские федеральные университеты, и Институты Востоковедения, это могут быть те плечи, на которые вы можете смело сегодня опираться. Особенно в рамках исламской образовательной программы, которую поддерживает Фонд развития исламской культуры и науки. и образования при администрации президента. Мне кажется, был бы весьма и весьма заинтересован в том, чтобы эта книга сегодня появилась в том числе и в вузах, не только в российских, но и в той же Саудовской Аравии, тех же странных залива, потому что опыт нашего взаимодействия и сотрудничества уникален в смысле, на примере, который вы раскрываете, на примере Карима Хакимова. Я вам буду очень признателен, если бы вы ответили на два этих вопроса, и с тем, чтобы уже не подключаться к зум-конференции, я бы пожелал всем участникам ее доброго здоровья, берегите себя, ну и я очень рад тому, что прекрасный такой дипломат Олег Борисович нашел возможным и откликнулся на эту инициативу, которая прозвучала в Москве, на его презентации в Институте Востоковедения РАН, выехать в Казань и познакомиться с этой прекрасной аудиторией. Спасибо, уважаемые коллеги, я бы просил уважаемого Олега Борисовича возможность ответить на заданные мной вопросы. Спасибо. Два очень важных вопроса. Естественно, и меня они очень волнуют. Я все-таки схожу из того, что не надо делить Карима Абдарововича Хакимова по этническому и национальному признаку. Во-первых, он сам был интернационалистом, он никогда себя не воспринимал так. Да, он писал, что он татарин, хотя, допустим, на его царские власти, на его аттестате зрелости написали, что он башкир. Какое это имеет значение? Он герой нашей страны, он герой и Советского Союза, он герой и нас с вами, как людей, которые смотрят на историю несколько с иных позиций, не с тех позиций, которых он сам смотрел. Но мы видим, какую он выдающуюся роль сыграл в качестве человека, объединяющего. Вот что, если полистаете книгу, вы найдете, я многие вещи привожу, из его биографии, с кем он боролся и за что выступал. Он боролся за сильное государство, за единое государство. И выступал в этом смысле не как татарин не как башкир, а выступал как государственный деятель, как человек, понимающий, что в многонациональном государстве такого рода разделения ни к чему хорошему не приводят и не приведут. И мы видим с вами наших замечательных украинских братьев, которые уже сколько лет пляшут, так сказать, кто не скачет от Москвали и прочее. И видно, что эта дорога-то в тупик ведет. Вот мне хочется, конечно, чтобы прежде всего Карим Хаким воспринялся как объединяющая фигура, как человек, во-первых, пламенный патриот, как человек, преданный своей большой родине, боровшийся за ее величие, как он это понимал, в соответствии, так сказать, с духом того времени. Поверьте, пройдет еще 20-30 лет, и многие начнут нашу эпоху критиковать за многие вещи. Но, мне кажется, смотреть надо глубже, смотреть надо на архетипы. И это как раз тот архетип, который востребован сегодня. Человек с готовностью к самопожертвованию. Почему он первым установил отношения Саудской Аравии? Да потому что он не побоялся сесть ночью в автомобиле и под обстрелом проехать королю и вручить ему верительные грамоты. Никакому англичанину, голландцу, французу это в голову не пришло. Им даже в голову не пришло, что это можно сделать. А ему пришло. Вот такие люди с нестандартным мышлением нам сегодня нужны, они востребованы. Востребованы люди пытливые, востребованы люди интересующиеся, неравнодушные, которые смотрят, что вот вокруг нас что-то происходит, а мы тут ни при чем. А вот он был при чем. И он доказал, что один в поле воин, что можно совершать совершенно, так сказать, фантастические повороты в мировой истории, если ты убежден в своей правоте и если ты очень хорошо знаешь свое дело, если ты профессионал в своем деле. А он был профессионал. Это, конечно, был самородок. Понятно, такие люди, они редко рождаются, но тогда на поверхность действительно вышло много таких людей. У него были очень хорошие учителя. Вот Михаил Васильевич Фрунзе, в частности, о котором я пишу с большой симпатией. Георгий Васильевич Чечерин. Это, кстати говоря, один из редких наших дипломатов, которые из царского меда перешли в советский. И он, как носитель исторической памяти, вместе с Каримом Хакимовым восстановил очень многие из тех линий, которые были востребованы и нужны. Да, они, так сказать, не афишировали это, но реально они восстановили очень много из тех приемов и методов царской дипломатии, которыми он пользовался в XIX веке. Просто по умолчанию. Они взяли это и сделали. Как будто нам что, сейчас не нужен советский опыт, особенно на африканском направлении? Да нужен. Надо непредвзято смотреть на мир. И это было одно и то же качество Карима Хакимова. И я считаю, что он был объединяющей фигурой. А своим друзьям, татарам, он говорил, слушай, давай ты учи русский язык. Без русских нам будет трудно, брат. И вот эта линия на союз с русским народом, с другими народами нашей страны, он же в национальных вопросах очень большую работу провел. В Туркестане откуда появились эти пять республик? Они появились благодаря деятельности Карима Хакимова и его сподвижников, которые поняли, что там не может существовать Туркестан как единое целое. Он слишком разный. Нужно дать каждому народу свой национальный дом. И это было сделано в советское время. И сколько бы сейчас там не говорили про колониальное прошлое, Советский Союз, что кто-нибудь из них отказался вот от этого наследия, никто даже не подумал, никому даже в голову не пришло отказаться от этого наследия. Наоборот, они стали развивать и укреплять эти национальные государства, базируясь на том наследии, которое как раз принес с собой Карим Хакимов. Вот в этом я вижу его наследие. Очень кратко, потому что личность многогранная и многослойная, если хотите. Поэтому очень много из его наследия мы должны сегодня использовать и идти по этой дороге. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. И, Олег Ворисович, предваряя ваш ответ на второй вопрос, я бы хотела сказать, что так же, как Карим Хакимов в своё время понимал, что в каждой ситуации можно использовать те возможности, которые есть, и можно их использовать интересным образом. А иногда сами возможности приходили к нему. Так же вот и Озерова, получается. Он работает в Солдовской Аравии. Встречается с преподавателем из Египта, который преподает русский язык. в университете короля Сауда. И этот преподаватель просто в таком восторге мне рассказывает о встрече с вашим послом. Но он не знает, что я очень хорошо знакома с Олегом Борисовичем на этот момент. Я не знаю об этом ничего. А речь идёт о докторе Мохаммаде Иль-Гибали. Иль-Гибали, да. Который сегодня принимал участие. Который сегодня принимал участие в нашем мероприятии. А кроме того, Олег Борисович, он мне дал такую инсайдерскую информацию, не знаю, насколько она корректна. Прокомментируйте. В связи с вторым вопросом. Да, будет ли в том числе доктор Мохаммад задействован в переводе, поскольку, насколько я понимаю, это уже вопрос решённый. Нет, естественно, заинтересованность в том, чтобы перевести эту книгу на английский, французский, арабский, прежде всего, язык. Она существует. И запрос такой есть. И сегодня эту тему мы затрагивали в ходе беседы с президентом Татарстана. Я думаю, что, так сказать, ну, некоторое время всё-таки должно пройти, чтобы эта тема созрела, да, и должны появиться какие-то ресурсы, может быть, одну руку стратегического видения России, исламский мир, посмотрим, с тем, чтобы эту книгу перевести на французский, английский и арабский языки. Потому что французский, английский — это языки не только европейские, но это языки ряда стран Магриба, французский в Магрибе известно распространён, английский сейчас вообще повсеместно. И на арабском тоже читают. И надо сказать, что вот если говорить о Саудовской Аравии, чем она мне нравилась, и продолжает нравиться, что огромное место занимают книжные магазины. И они большие. И в них огромное количество полок отведено поэзией. Там люди читают книги. И это очень важно. Это тот навык, который у нас в стране сейчас теряется. Он теряется. А моё глубокое убеждение, что будущее за книгачейми, будущее за теми, кто выстоит перед этим сопротивлением интернета, наступлением гаджетов и новых технологий, и останется верен книге. Даже больше бумажной книге. Потому что это работа с текстом. Работа с бумажной книгой, работа с текстом. И если это будет положено в основу, я думаю, что очень многие вещи будут разрешены. И Карим Хакимов был таким человеком, как многие люди его эпохи. Они смотрели, вот где книжка лежит, газета, книжка. И они писали в Москву, получили новую партию прессы из Москвы, и там всё прочитали до корки. Вот это должно превалировать. И, естественно, хочется донести до аудитории зарубежной информацию и правду об этом выдающемся человеке, которым мы все по праву можем гордиться, человеке трагической судьбы, но вместе с тем необыкновенной. Он сделал за свои годы. У меня есть такой вот, отвлекаясь, у меня сосед есть по дому, который много мне помогает, по хозяйственным делам, потому что я всё не успеваю. Я ему подарил эту книгу, он стал её читать. Я говорю, слушай, он такой простой вообще человек, но начал читать эту книгу, слушай, сколько он успел сделать, другие к этому времени только научились на игровой приставке играть. Понимаете? Это речь идёт о том, что, так сказать, выходить из виртуального мира в реальный, и в реальном мире занимать активную жизненную позицию, профессиональную, и добиваться результата. Вот это для меня главный урок из жизни Карима Хакимова, что можно очень многое делать, но для этого нужна колоссальная тяга к знаниям, умение эти знания использовать, и умение выстраивать отношения с внешним миром так, чтобы находить вот эти мосты, мосточки другими странами, используя богатейший цивилизационный заряд, который есть в нашей стране. Он богатейший, мы иногда это не ценим. Сегодня вот посол Туниса об этом говорил, и на встрече с президентом. Настолько это... Для нас как бы воздух, в котором мы живём, мы не замечаем, что у нас есть, какое у нас богатство под ногами валяется. Умение выстраивать отношения между разными конфессиями, умение сохранять наследие цивилизационное, а не взрывать его, как в Сирии произошло, или в Афганистане. Не уничтожать, а обогащать. Мне кажется, что вот сейчас такого рода книги, они востребованы и на Западе. Там тоже хотят увидеть другой мир, что существуют другие реперные точки и другие точки отсчёта, что можно по-другому смотреть на мир и относиться к нему. с жаждой внесения улучшений, с жаждой выстраивания гармоничных отношений с народами. У нас что, всё хорошо в нашем доме под названием «Земля»? Наверное, нет. Карим Хакимов относится к тем людям, которые своей деятельностью вносили гармонию в этот мир и делали всё для того, чтобы война заканчивалась, а мирное строительство начинало. Вот эта созидательная часть его личности, мне кажется, один из важнейших уроков. Коллеги, прошу вас. Я понимаю, что вы ждали дольше всех, но тем не менее ваши вопросы будут не менее ценными. Так, прошу вас. Девушка следующая, передай, пожалуйста. Вот по опыту жизни Карима Хакимова, что бы вы могли, будучи молодым нашим магистром, бакалавром, на какие предметы им налегать во время своей учёбы? Ну, я бы сказал так, в контексте этой книжки, потому что можно на все предметы налегать, в контексте этой книги я бы сказал, что, конечно, востребовано историческое знание, понимание исторических процессов, знание истории своей страны и окружающего мира. Историю нужно учить и читать, читать, читать. Это первое. Второе, наверное, это, так сказать, неотъемлемая часть, это изучение языков. Потому что языки, знание языков, и Карим Хакимов, как только у него появился, он сразу учил новый язык. Он приехал в Персию, не говорил на персидском, хотя, наверное, он немножко в Туркестане что-то такое воспринял, какие-то основы, там, близких, родственных фарси языков. Но он за пять месяцев поучил фарси, с садовником общаясь. Потом, так сказать, он овладел французским. И я видел, я в архивах, когда работал, вот я сам франкофон исторический. И вот смотришь, он писал по-французски, как француз, по-арабски, как араб. И по-арабски меня поразило строение фраз. Вот когда его рукой написаны фразы, эта фраза написана не человеком с русским мышлением, а именно понимающим арабское, даже не тюркское, а именно арабское мышление. Само построение фраз, сам стиль мышления. А это как раз и выстраивает отношения, когда вы начинаете говорить с арабами на их языке, не на деревянном, а на настоящем, они вас начинают понимать и любить. Это любому народу приятно, к нам приятно, когда иностранцы с нами по-русски говорят. А когда мы начинаем говорить на их языке, это мост дружбы и это ворота к другой культуре и цивилизации. И в этом смысле то, что вы говорите, что изучать и за кем будущее, за будущее, это мой ответ, а нафишали, как это, оценочные суждения, как эксперта, а не как сотрудника МИД. будущее за особыми цивилизационными формами. Выживет тот, во-первых, постимперские государства, потому что у них есть опыт и в голове это присутствует, возможность создания больших ассоциаций, групп, объединения. Объединения. Это первое. И второе. Те нации и те группы государства или альянсы, которые будут выстраивать собственный цивилизационный проект. И поэтому изучение вот этого аспекта, мне кажется, очень будет полезно. То есть изучение религиозных, цивилизационных, культурных аспектов и синтез. Мне кажется, вот если я ответил на ваши вопросы. Спасибо большое. Прошу вас. Здравствуйте. Магистранты Института международных отношений Марина Петрова. Олег Борисович, спасибо вам огромное за важные тезисы, которые были раскрыты сегодня, за вашу книгу, которую я обязательно прочту. Как у фостоковеда-арабиста личность Карима Абдарауфовича интересует меня очень давно. Очень много у меня появилось вопросов. Вот, например, а каким было истинное отношение самого Карима Хакимова к религии? Был ли он верующим человеком? Не мешало ли ему это работать? И, учитывая множество противоречий в мусульманском мире, как к нему относилась группа мусульман не только в Советском Союзе, но и за рубежом? Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, здесь, наверное, сложные вопросы. На него мог ответить только сам Карим Абдарауфович. Вот, вряд ли я за него отвечу на этот вопрос. Я отвечу так, как я вам говорил. Он был, как это по-русски, по-французски или там по-ней. Он был пропитан, так сказать, вот этим духом ислама, мусульман. Он хорошо, он знал Коран хорошо, он умел молиться, он ходил на хадж, его там обвинял. Его сменщик, Терекулов, что он хаджем пренебрегает. Ничего подобного. Его сам король пригласил в 1926 году, когда был как раз Всемирный мусульманский конгресс. Это еще один подвиг Карима Хакимова, когда фактически он добился признания Короля Саудовской Аравии как хранитель двух святых. Мекки и Медины со стороны исламского мира. Это его личное достижение. И оно навсегда. Вы понимаете, что есть вещи, которые один раз сделан, они потом существуют в вечности или очень долго. И вот это как раз вопрос об отношении его к религии. Он это сделал для Саудовской Аравии. И я думаю, что он мечтал сам на самом деле, как мне представляется, догадка, я об этом не писал, но как мне представляется, он мечтал о соединении идеи ислам и коммунизма в части реализации равенства народов, отношения такого заботливого. Он сам был очень заботливый человек. А в исламе, вы знаете, что очень много уделяется внимания заботе о бедных, заботе и отдельный налог платится и все. Очень много посвящено заботе о ближних рас и о обездоленных два. Я думаю, что для него это было вот где-то на этом стыке. Верил ли он в Аллаха? Ну, наверное, на первом этапе однозначно, так сказать, я думаю, что когда он преподавал, потом он как бы присягнул, наверное, с коммунистической идеей, но я думаю, что вот само строй его личности он побуждал к тому, что все-таки исходить во многом в своей деятельности из исламских принципов. Это был один из залогов его успеха, когда он создавал мусульманские батальоны, которые шли воевать за советскую власть, когда он в Бухаре убеждал строить коммунизм или социализм, но при этом он во многом руководствовался исламскими принципами. Мне кажется, это очень сложная вещь, это сложно определить, но это присутствовало в его внутреннем inner soul, в чем-то внутреннем. Не все по-русски можно объяснить, и иногда арабский язык он тоже, понимаете, он не совпадает с русским по многим позициям, там другие понятия, что такое нафс, и многие понятия, они нуждаются в расшифровке, так же, как Коран не переводится на русский язык, его можно только изучать в оригинале, но я думаю, что он ценил красоту Корана, его поэтическое содержание, я думаю, что эти вещи и как вообще исламскую культуру он понимал глубоко и ценил. Вот я бы так ответил. Спасибо большое. Прошу вас. Магистрант второго года обучения Института международных отношений и индолог по бакалавру. Я бы хотел поинтересоваться, каковы были взгляды Карима Хакимова на сунницко-шиитское противостояние? Спасибо. Это очень интересный вопрос, очень актуальный. Очень актуальный. Я вам хочу сказать следующее. Дело в том, что вот в этом аспекте ситуация очень сильно изменилась. Конечно, шиитско-сунницкие противоречия существовали, но они не носили столь острого характера в эпоху, когда жил и работал Карим Абдаровов Хакимов. Если вы приедете в Джедду и пойдете в музей, так сказать, музей Таибад, то вы там обнаружите массу артефактов, относящихся к периоду иранского и либо владычества над Саудовской Аравией, либо культурного влияния Ирана на жизнь Саудовской Аравии, потому что длительное время эти территории были под влиянием либо под прямым контролем, особенно прибрежным, либо под влиянием Ирана. Поэтому говорить вот об этом противостоянии тогда не надо было, хотя эти противоречия в зародуши, естественно, существовали. Сейчас они, на моей точке зрения, искусственно раздуваются, скажем так, геополитическими инженерами, которые, так сказать, выстраивают свои композиции вот на этом поле. Сам Карим Хакимов, вот хорошо, что вы задали этот вопрос, он сделал большую работу, это был один из его последних, так сказать, этюдов политических вместе с Чечерином, поскольку он работал до этого в Иране и так же, как и потом в Саудской Аравии и в Йемене, наладил очень хорошее отношение с руководством и конкретно с Реза Пехлеви, и они у него были лучше, чем у посла, что, естественно, вызывало тоже, сами понимаете, вот у меня бы, как у посла, это вызывало бы определенные эмоции, да, у Ротштейна, Федора Ароновича Ротштейна, который был наставником Владимира Ильича Ленина. И я вот видел записки, рукой Ротштейна написаны, где Ленин пишет, уважаемый Федор Аронович, не могли бы вы нам написать книжки по Востоку, исходя, он как-то по-дворянски вырылся, понятий удостоверенных, вот, а то нам очень нужно выработать нашу восточную политику. Это вопрос о том, как реально все выглядит в жизни, да, и вот, когда Карим Хакимов занимался этой темой, одно из заданий было, Чичерина, и он начал формировать эту линию, объединять Иран, Саудовскую Аравию и Йемен в такой треугольник геополитический, тогда это не получилось сделать по определенным, на мой взгляд, объективным обстоятельствам, из-за того, что, вот, да, исторические обиды существовали, они были не столько идейного плана, швейцко-сунницкие, а то, что, вот, персы смотрели свысока на саудовские племена, а саудовцы были в исторической обиде насчет персов, потому что они долго владели этими территориями. И вот это, такое недопонимание, оно помешало выстроить, но сама идея была продуктивная на тот момент и на то время выстроить такой антиимпериалистический или, как бы сказать, национально-освободительный альянс из этих трех держав с тем, чтобы противостоять давлению Великобритании, потому что давление было очень сильным со стороны англичан и разумно в голову мыслящих людей, таких как Чичерин и Хакимов, пришла идея, что на этом можно сыграть и вот такой альянс выстроить. И он пытался объединять, то есть, если говорить о его взглядах швейцко-сунницкие, то он однозначно выступал за единство арабского исламского мира. Тут даже вопросов нет. И это было политикой, кстати говоря, это один из мостиков, так сказать, прошлого, это была политика царской России, это была политика Советского Союза и это политика сегодня. Спасибо. Будьте добры быть девушкой на самом верху и поднимала руку. Молодой человек, ну хорошо, вы задавайте вопрос девушке микрофон тогда передайте и я думаю, наверное, девушкин вопрос будет последним, два последних вопроса, потому что как время нам позволяет. Здравствуйте, я Жан Байкер из Конго. Сначала я... Республика Конго или демократический режим? Демократический режим. Спасибо. Сначала я хотел узнать вашу мотивацию по этому тему. И когда вы говорите о сатурницестах, я думаю, о Жаке Дерриде, он философ французский, французский философ, Жаке Дерриде. Он говорит о гасте гостеприставе, гостеприставе. Есть два типа. Есть безусловное гостеприставе, гостеприставе и условное гостеприставе. для вас, какой... Потому что, если мы говорим о сотрудничестве, надо говорить тоже о гостеприставе. Какой для вас выбрать как хороший... Потому что, когда мы говорим о том, что мы говорим, если мы говорим, если мы говорим, то мы не можем говорить о законе. Вы можете сказать это в французском языке? Да, я говорю о Джек Дерриде. Вы говорите о Джек Дерриде? Дерриде, что это? Джек Дерриде, это был французский, который говорил о лоспиталитете. И он говорил о двух типах лоспиталитет. Он говорил о лоспиталитете как condition и лоспиталите инкондиченнельно. Пусть вы говорите о чоперахнем, в лоспитале есть, « лоспиталитетем это» — поскольку у него две людей встретились. — Когда Россия встречается с Африкой, какой тип госпитализации вы разрешите? — Успитализация кондиционная или не кондиционная? — Спасибо большое. Все поняли вопрос или нужно переводить? Я бы что сказал, даже обсуждая эту книгу, я однажды спросил у саудовцев, а скажите, какое главное качество саудовского народа? Мне на это сказали истедафа. Истедафа — это гостеприимство. И я думаю, что когда мы говорим об отношениях с Африкой, то, конечно же, мы говорим о спиталите. Русское гостеприимство, в широком плане русское, российское гостеприимство, которое, в принципе, свойственно нашему народу. И давайте я вам приведу просто два примера. Два примера. Когда был перед саммитом «Россия-Африка» за год до этого, был фестиваль молодежи и студентов в Сочи. И туда приехало очень много студентов из Африки. И даже больше приехало, чем мы ожидали. А так получилось, что я в этот момент, как говорят, был на хозяйстве. Летом все ушли в отпуск, я сидел на месте директора. И мы решали вопросы с приездом и отъездом наших гостей африканских. Потому что их приехало гораздо больше, чем мы ожидали. И, тем не менее, смогли найти... Там фестиваль был огромный, десятки тысяч людей. И смогли найти решение для всех этих проблем. Могли людям сказать, слушайте, у вас в списке нет, и вы не приезжайте даже. Мы не знаем и знать не хотим. Ничего подобного. Приняли всех. Потом очень долго отправляли обратно. Вот. То же самое я хочу сказать и о саммите «Россия-Африка», поскольку я непосредственно был как бы в центре этих событий. И мы старались действительно проявить и широту русской души, и гостеприимство, и достойно принять наших гостей из Африки. Несмотря на отдельные сбои, которые невозможны в таком огромном деле, когда приезжают десятки тысяч людей, были сбои отдельные. Но в целом наши африканские друзья, вот первый день они ходили немножко такие, я не знаю, поймете вы слово, понурые. «Он пе тристо». Или ты «Он пе тристо». Но потом, по мере того, как они встречали везде и гостеприимство, для них открывались рестораны, их хорошо очень встречали, кормили. И в целом Россия продемонстрировала себя как не просто не расистская, но антироссистская страна. Вот у нас сегодня, ну вот встретить то, что мы видим сейчас в США, я когда вижу эти кадры, у меня просто, как говорят, взрывается мозг, когда полицейский берет и в безоружного человека на улице стреляет, просто так. Вы можете себе представить это в России? Я думаю, нет. Нет. И вот это и есть «оспиталите». Это и есть «оспиталите», которую мы проявляем к нашим гостям. Конечно же, мы все очень надеемся и рассчитываем, что и африканский народ тоже проявит на самом деле. А чтоб говорить про «оспиталите» «оспиталите» и «locание» – это и не кондиционная. И все равно, потому что вы знаете очень хорошо, как все остальные, как все лоя фрикины, что львы во время того, как и было во время во время рождения. Вы помните это? И даже с теми, что даже не помните, что бы у них стоило эту заедую украину, это из-за этого сложности, что у нас было и не было этого, Мы много помогали африканским народам, и, конечно, мы сейчас тоже рассчитываем, что не в смысле вот донал-донал, но в плане просто человеческих отношений мы тоже встретим такое доброе отношение. Потому что мы не угоняли миллионами рабов к себе в страну и не эксплуатировали их из Дагомеи тогдашней, когда вот эта дорога от рабов, по которой миллионы людей в цепях шли на корабли и грузили туда. Этого не было в истории России. И наоборот, исторически, я считаю, Советский Союз сыграл выдающуюся роль в освобождении африканских народов. И, естественно, мы сейчас рассчитываем, что к нам будет проявлена, au minimum, l'hospitalité. Он типа, «il n'y a pas de condition, vous devez comprendre, il n'y a pas de condition, mais tout simplement ce sont des relations humaines qu'il faut cultiver». Как это делал Карим Хаким? Он выстраивал человеческие отношения от сердца к сердцу, от души к душе, потому что очень много общего у людей разных национальностей. И находить эти общие точки должны, как мне представляется, не только мы, но и африканцы, потому что сегодня в развитии отношений заинтересована не только Россия, я считаю, но и африканский континент, потому что дружба с Россией может очень много дать. Я надеюсь, ответил на наш вопрос. Спасибо большое, Олег Борисович. Ну, вот так получается, что у нас два последних вопроса, потому что, скажу вам честно, я ангажирована и в этом признаюсь. Потому что меня уже не первый раз приглашают в Казань сюда, в первую очередь, агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, которое, на мой взгляд, является не только экономическим центром, но и центром l'hospitalité, центром гостеприимства, в том числе и в экономической, и в инвестиционной сфере для наших гостей. И я очень рада, что там работает мой коллега и очень хороший друг, который является тоже выходцем очень гостеприимной страны, а именно Йемена. Буквально короткий вопрос. Прошу вас, Халид. Спасибо большое. Да, хорошо, хорошо. Представление слова. Олег Борисович, я очень рад быть в такой столь важной мероприятии. Спасибо за столь важную информацию и уверенную для всех нас. Хотел спросить, пожалуйста, у вас о деятельности Карима Хакимова, его работе в Йемене. Сколько я знаю, с 1929 по 1931, по-моему, работа... Ну да, до конца 1931. Да, в Королевстве Йемене, насколько я знаю. Спасибо большое. Вы хотите, чтобы я несколько слов сказал о его работе в Йемене, да? Да, о его работе в Йемене. Что оно сделало для дальнейшей отношения между Россией и королевством в Йемене тогда было еще? О его работе в Йемене я считал, и считаю, когда писал эту книгу, что его вклад в развитие отношений с Йеменом недооценен, что, как минимум, такой же вклад, как в отношения Саудовской Аравии, он у него и на этом направлении. Опять же, вот это, видимо, личностные качества с этим, понимаете, это трудно, так сказать, масштабировать или копировать. Это его личностные качества. Он приехал и с имамом Яхей выстроил очень конструктивные и добрые человеческие отношения. И с его окружением, с его сыновьями, с двумя сыновьями, по крайней мере, он точно был в очень тесных отношениях. Есть фотографии, я просто не помню, потому какая-то одна из этих фотографий здесь есть, которая меня поразила, когда он сидит в белом фраке, а йеменцы сидят в традиционных, но тоже белых одеждах. Можете себе представить, это 30-е годы, да? И он на том этапе тоже очень быстро сориентировался в обстановке, очень быстро. Причем он приехал туда, когда из Саудовской Аравии, ну, фактически с небольшим перерывом, в 29-м году. Ну, он приехал ведь не послом, не полпредом, а официально он был просто представителем Ближевосток торга. Ну, торговой организацией, которая поставками товаров занималась. Но реально он занимался политической работой. И он сумел заложить очень глубокие корни дружбы с Йеменом. И сегодня я, например, очень переживаю, что происходит в Йемене. Ведь это странный, вот в чем еще один из уроков Карима Хакимова. Никакого высокомерия по отношению к этим странам и народам. Наоборот, он приехал, и он восхитился этой древней цивилизацией. Он притащил туда нашего знаменитого режиссера Шнейдерова. И вот мы вместе же занимались с этой работой. В 29-м году. В 29-м году. И сняли фильм. Причем я практически посмотрев фильм, потом почитав, что написал Карим Хакимов. А это единственный литературный отрывок, который я смог найти, его рукой написанный. Очень, кстати, интересно, точно, сочно и правильно. И он фактически, когда смотришь фильм Шнейдера, понимаешь, что это снято по Кариму Хакимову. Потому что он им написал. Потому что сам Шнейдеров вряд ли бы увидел то, что показал ему Хакимов. Показал ему еврейский квартал. Показал ему возделанные террасы. Показал, как живет город. Он делал это с огромной любовью к этому народу. Я думаю, что если мы говорим о его успехах, это тоже один из результатов, вот успехов у детей, это результат его отношения к этим народам и к этим культурам. Без привычного для них, для этих народов английского высокомерия, когда на них смотрят сверху вниз и постукивая стеком по голенищу. Понимаете, это не это отношение, а искреннее уважение к той глубокой исламской, именно вот это вы говорите, а мусульманин, не мусульманин. Он это очень сердцем и душой воспринимал близко. И вот он в Йемене сумел выстроить так отношение, что у нас торговля с Йеменом улетела просто в 75 раз, увеличилась за это время. Опять же, он использовал ту же практику, которую использовали и цари, проходное сообщение они возродили вместе с Чечерином. Так называемая политика дела, начало века называлась такая была у нас политика дела, когда начали запускать в Басру корабли в обход Аравийского полуострова. Вот Карим Хакимов очень хорошо использовал это. Он использовал наши корабли, чтобы возить паломников на хадж. Он добивался, чтобы им лучше каюты отдавали. Он о них как о детях заботился, понимаете. И не могло это не найти отклика в сердцах и любого человека, и Йеменца, когда ты видишь, что искренне человек тебе хочет помочь. И вот он сумел выстроить эти отношения, поднять их достаточно высоко, но потом уже его отозвали в 1932 году. Ну и там были причины, связанные с его состоянием, здоровье, там были такие личностные мотивы, которые он подорвал, прежде всего, в Саудовской Аравии. Но я считаю, что он на десятилетия определил наши отношения с Йеменом и сделал эту страну дружественной нам. Вот в этом его вклад. Ну что ж, я думаю, последний вопрос. Халит, спасибо большое. Милая девушка, спасибо вам большое за ожидание. Прошу вас. Ершова Федосия, первый курс магистратуры в медиакоммуникации. Если брать опыт Карима Хакимова и смотреть его пользу с точки зрения как в сфере международного сотрудничества, и думать, чем он может быть полезен именно для студентов, для нас сейчас, какие бы аспекты можно выделить для каждого студента, к чему мы, студенты, должны стремиться, не только какие приметы изучать или какими качествами обладать, но вот направление, путь, в котором студенты должны двигаться, чтобы достичь такой отличной коммуникации, и как это сделал Карим Хакимов с другими странами, в том числе и странами Африки. Ну, наверное, частично. Спасибо большое. Вопрос интересный, важный. Вот в нашей дипломатической среде и в среде ближневосточников мы однозначно расцениваем опыт Хакимова как востребованный и сегодня. И я считаю, что определенные секреты его мастерства в книжке удалось показать и раскрыть. Это прежде всего, вот как я вам говорил, это вечные рецепты, это знание языка и культуры страны пребывания. Это уважение искренное, неподдельное, не фальшивое, с натянутой улыбкой, а искреннее уважение, но оно возникает только при знании. Когда вы начинаете раскрывать книги, это как мне сказал однажды иранский посол про тех, кто не читает Коран, он говорит, а вы его откройте и почитайте. Надо открыть книжки и их почитать, надо понять душу народа. Это познается через религию, это познается через песни, через сказки, через поговорки. Это то, что обычно этому как бы не учат в институтах, учат определенный набор слов. А учить нужно вот идти туда. А как, например, вот есть русская поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А как это по-арабски? Как это по-арабски? А по-арабски это по-другому, естественно, звучит, потому что Коран не рекомендует употреблять. Это звучит, кто боится буря, не видит солнца. Но через это можно понять видение людей, увидеть их душу. И я думаю, что как раз подход российский и нашей дипломатической школы, это уважение к языку, к культуре, к цивилизации страны пребывания, хорошее знание языка. Сейчас многие копируют наши подходы. Наши китайские товарищи вовсю копируют. Они старательно учат арабский язык. Их дипломаты, которые 20 лет назад не говорили, сейчас практически все у них посольства, так же как российские посольства, укомплектованы людьми, которые говорят по-арабски. Просто у них очень далеко культура китайская от арабской стоит. Наше преимущество в том, что нам это понять проще. Потому что у нас это аутентично. Мы это, вот оно вокруг нас живут люди, которые, так сказать, исламской культуры. Поэтому изучение языка, культуры, знание вот этой глубинной народной культуры. На это обращайте внимание. Поэзии, учите стихотворения на иностранных языках, в том числе на арабском. Знаете великих поэтов, это любому. Приятно, если вы прочитаете кого-то из Аль-Мутанабби, да, но вас зауважают, однозначно скажу, зауважают. Я не говорю про аяты Корана, тут само собой. И там, какую суру вы знаете, там, фати, хуба, кара, любую, да. Это будут уважать. Но если вы великих арабских поэтов знаете, философов, вас будут уважать очень сильно. Потому что вот эта идентичность, то, что пытаются наши, так сказать, ну не наши, а вообще глобалисты разрушить идентичность, да, и внедрить другую идентичность, а это очень глубоко сидит в исламской культуре, в арабской культуре. Вот. И это, кстати, это урок и русским людям, что нужно отстаивать свою культуру, свою цивилизацию, свои традиции. И знать эти традиции, ну, понимаете, вот я просто поражался, когда видел, как многие западные партнеры разговаривают с арабами, как они садятся вот так вот. Да вы что, это просто оскорбление. Да это оскорбление. Но если не знать, то, пожалуйста. Ну-то вы тогда никогда не установите их отношения с этим народом, с этими людьми, как Карим Хакимов. Там есть много другого, какой рукой брать, еду там, после кого и так далее. Много этого всего. Но именно это нужно обращать внимание, изучать. Многие вещи нельзя понять здесь. Их можно понять там, общаясь с этим народом. Понять ценность родственных связей, насколько это глубоко сидит в представителях арабской, исламской культуры. Когда люди знают, я приезжал в Палестину, и мне Нусейбе, хранитель ключей от храма Гроба Господня в Палестине, он рассказал... Храм Гроба Господня много лет охраняет, ключи от него хранятся у одной палестинской семьи, причем мусульманской. Да, мусульманская семья охраняет храм Гроба Господня, семья Нусейбе, и она вам рассказывает все 400 лет и все колено. Понимаете? Ну, это же достойно уважения, и это достойно изучения и понимания. Вот, кстати, у нас, я считаю, если брать Ближний Восток, ну, сейчас к этому больше внимания уделяется и занимаются люди. Но вот англичане, например, я об этом говорил, они очень хорошо изучили, прежде чем проникать на Ближний Восток, они очень хорошо изучали и Лоуренс, и старший Филби, и другие. Они изучали племена и родоплеменные отношения, потому что там вы ничего не поймете, почему вот одна клана Аль-Сауд наверху, а почему Рашида внизу? Ну, почему так? А потому что историю надо изучать. Аригорь Ильич, простите, перебиваю, Нусейбе-то что сказал? Вот Нусейбе мне рассказал, долго мне рассказывал, он все 400 лет всю историю своей семьи с именами рассказал вот от первых, значит, Нусейбе, которые пришли в Иерусалим. Понимаете? И когда вы это знаете, у вас появляется понимание, почему, значит, храму Роба Господня православная охраняет мусульмане, а не иудеи. Вот эти вещи нужно знать, глубоко входить, так сказать, в историю, культуру народа. И, конечно, вот у нас, когда была первая презентация, на ней в институте Востоковения, там был Геннадий Павлович Ларасов, это наш первый посол, который после Карима Хакимова приехал, через 52 года, 52 года прошло. И он сказал на презентации, вы знаете, вот если бы тогда были эти книги, которые сейчас появились, вот Виталия Вячеславовича Наумкина, другие, вот эта книга, он говорит, я бы вообще по-другому выстраивал отношения с аудовцами, если бы я все это знал. В этом ценность изучения истории и наших отношений с этими народами. Коллеги, нас уже предупреждают о том, что мы выбиваемся из графика по таймингу, но, честно скажу, мне кажется, это была одна из самых плодотворнейших презентаций, хотя я была на нескольких презентациях этой книги, и все благодаря вашей атмосфере, благодаря вашему гостеприимству, на самом деле особая атмосфера это все, что создали вы сегодня. Спасибо огромное Казани, спасибо огромное КФУ, спасибо огромное Лиле Эрнестовне и всем коллегам, которые создали нам возможность выйти не только в эфир в Zoom, но в эфир и в онлайн в целом. И спасибо вам за то, что вы были сегодня здесь с нами, задавали вопросы, активно участвовали. А Олегу Борисовичу большого-большого успеха в том, действительно, ребят, извините, я, может быть, слишком пафосно скажу, но для меня это так звучит, внутри меня это звучит именно так, в том святом деле, которым он занимается. Потому что мне, как кажется, очень много перекликается в харизме, в менталитете, в восприятии мира и его героя, и нашего героя, и самого Олега Борисовича. Только не пожелайте мне повторения его судьбы. Ну, слава богу, живем в другие времена. К сожалению, да. Почему были прерваны так долго отношения? Потому что та страшная судьба, которая постигла Карима Хакимова, она не могла остаться незамеченной саудовскими властями, они просто не могли принять даже просто кого-то из Советского Союза, кроме как Хакимова. Но слава богу, у нас появились озеровы, которые на самом деле и наши отношения поставили на новые рельсы, а кроме того, и вспомнили о том, что забывать ничего нельзя, а все в истории повторяется. Спасибо еще раз огромное, Олег Борисович. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ